добрый вечер дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 1 ноября 2022 года подросли мои песчанки которых я месяц назад отселяла сюда на подращивание с планами оставить их себе и я думаю вы все их помните и наверное даже узнаете жили они у меня тогда вот в этой клеточке которую я купила специально для отселения малышей и за месяц я была в целом довольна результатами все удобно все здорово но буквально вот совсем недавно стала наблюдать такую сцену что они стали выкапывать из нижнего поддона казалось бы целиком закрытого все опилки сена вот прямо наверх через трубу обратите внимание там такая вот внутри труба по которой они забираются на второй этаж и за пределы клетки мне надоело подметать за ними связи с этим я их переселила вот в этот клетку и мог это клетка для кроликов более 70 сантиметров поэтому сюда спокойно встала колесо от дорада 28 сантиметров песочница баночка у меня двухлитровая вот такая и пожалуйста сена кормушки погрызушки обязательно для зубов вкусняшки все сюда поместилось на дно как обычно под опилки я использую вот такой замечательный ликвидатор запаха уже не первый год использую его покупаю в интернет-магазине озон меня все устраивает сейчас они увеличили пачку немножко другой он стал по цвету и по запаху менее резкий запах и это даже мне больше нравится это название фирмы не реклама просто я действительно как поступаю на дно клетки насыпаю наполнитель хометан любым видом моих грызунов и только сверху у меня идут уже опилки опилки как всегда от фирмы зверье моё осина гипоаллергенная ультрамягкая замечательно ароматно по аромат на пахнущие вот ну давайте покажу некоторых из ребят как подросли как изменились по окрасам это остаются мышки моем шумники для дальнейшего разведения для получения песчанок вот таких окрасов о песок пылит эти даже вот мой гордость голубой с пятном голубой черно глаз и это не серый да здесь есть все таки совершенно всякие разные окрасы выбирала все в таких вот серых тонах для выведения вот таких вот вот пожалуйста серенькие с пятнышками есть с воротничками ну и собственно малышня подросла теперь я оставляю их вот в этой клетке потом будем расселять по семьям создавать из них пары на их место все-таки в ту клетку я буду заселять новую компанию подрастающее поколение на подращивание то есть вот для такой малышни вот эта девочка которую я вам сейчас показала ну вот идеально ничего не происходит вот эти ребят очки остаются с нами для подращивания создания новых семей как мне говорили что песчанки однополые если они из одной семьи драться не будут на моей практике когда я их саживаю вот это ребята все из разных семей ну вот два мышонка вот эти вот из одной семьи два там может быть из второй семьи и некоторые тут по одному из разных семей никаких таких вот скажем ситуаций именно с драками если они не из одной семьи я не видела у песчанок так же как у кэмпбеллов как мне тоже говорили что кэмпбеллы чтобы жили одной дружной семьей надо обязательно братьев и сестер саживать вместе нет ребят я вот на днях покажу вам камбалят у меня несколько семей кэмпбеллов и новых семей кэмпбеллов и они живут совершенно не мама с дочкой даже и соответственно не папа с дочкой и были кстати у меня жил папа и сын тоже замечательно жили потом я их расселила по разным семьям просто ну самцы вместе у меня не живут по той причине что мне они нужны у меня не так много самцов и они мне нужны в основном для скажем так создание новых семей а вот самки живут именно группами по две по три самочки в одном там террариуме или клеточке кто как ну если например вот у меня миндалька одна такого окраса и под евгешу она у меня была одна отселена насаживание сейчас у нас есть детки я думаю что кого-то из детей миндальки оставлю себе однозначно но тогда вот миндалька будет тоже жить с дочкой но это просто потому что у меня нету таких окрасов других семей там все у меня сидят по окрасам вот про песчанок наоборот видите мне приходится для того чтобы получились какие-то интересующие меня новые окрасы расселять вот именно их из разных семей если же они будут продолжать жить своими семьями и сестра с сестрой там например ну пусть я даже им самца подсажу то в принципе мы будем получать только те окрасы какие у меня были изначально при вот таком смешанном рассаживание по окрасам из разных семей песчанок мы получаем новые интересные окрасы такие каких не было например у их родителей но они были в генах этих песчанок поэтому родители сами не имеют такого окраса но далее интересных детей мы собираем новые семьи создаем компанию новых песчанок для получения еще более интересных окрасов все на этом дорогие друзья буду с вами прощаться сейчас буду заселять вот эту малышню вот в эту вот клеточку ох не фокусируется темно вот и специально вот сюда поставила им сегодня поставила домик треул комбалятом и сюда поставила домик по него поставила кормушку с кормом потому что они это все высыпают пока не съедят вот эту картонку то в принципе есть вариант что корм высыпать они не будут на вот этом этаже у нас песочница они будут туда и покупаются потом начнут туда писать тогда я уже смогу добавить им другую песочницу для купания например вот такую малышку поставим а для туалетика вот пока им просто даже в эту вот малышку не забраться они маленькие у нас все тут есть водичка лабиринтик очень удобный сена еда на первом этаже еда на втором этаже ну и собственно говоря будет сейчас заселение дали лёва контролирует процесс лёва ждет когда же я буду заселять мышей немножко обновили у хомяков поставила вот такие огромные туалеты которые я покупала для кроликов на кроликов они маленькие поэтому у меня у маркизки вот здесь теперь и туалет будет и новый дом от дорадо вуд с колесиком 30 сантиметров у малышей хомяча то у меня здесь тоже с таким новым огромным туалетом хомячки растут и в общем то пусть ходят нормальный большой туалет потому что маленькая баночка записывается сразу на этом дорогие друзья буду с вами прощаться ребята ждут заселения сейчас сидят в ванночке с песочком и посмотрим на них через месяц какими они станут как они прицветут но в последующем покажу конечно же и детей от этих ребят если вам интересно оставайтесь нами до новых видео до новых встреч на канале питомника марине стик здоровья вам и вашим питомцам